Привет! Главные законы о новостройках 2019 года. 2019 год принес кое-что в новые законы о строительстве. Многие из них радикально изменили рынок недвижимости и отношения между его участниками. Подробно об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, искровых счета. Пожалуй, самым значимым изменением в сфере строительства многоквартирных жилых домов стал переход застройщиков на искровых счета с 1 июля 2019 года. Этого ждали с нетерпением, как переломного момента на рынке новостроек. Изменение вызвало много обсуждений и со стороны СМИ, и со стороны застройщиков. Безусловно, покупатели встретили нововведение с надеждой или тревогой. Поэтому с самого начала 2019 года продажи нового жилья резко выросли. То же самое произошло и с ценами на квартиры. Для того, чтобы продолжить работать по старой схеме, застройщики должны были обеспечить к 1 июля готовность объектов от 30%, при застройке микрорайона от 15%. И продажи по ДДУ от 10%. По данным Росреестра, количество зарегистрированных ДДУ выросло в первом полугодии 2019 года, на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором полугодии наблюдался спад. В октябре количество поданных на регистрацию ДДУ было сравнимо с показателями 2018 года. Впрочем, этого и следовало ожидать. Покупка новостройки. Основные моменты связаны с оплатой через искровых счетов по ДДУ. В отношениях между дольщиком и застройщиком появился третий участник – банк. Договор участия в долевом строительстве теперь трехсторонний. Застройщик не может пользоваться деньгами дольщика до ввода объекта в эксплуатацию. Они хранятся на искровом счете, а строительство осуществляется за счет собственных средств застройщика, либо кредита, выданного банком, в котором открыт искровый счет. В случае банкротства банка дольщик может рассчитывать на получение от агентства страхования вкладов компенсации в размере стоимости долевого участия, но не более 10 миллионов рублей. Есть ли послабление для застройщиков? Пока мы ждали перехода всех застройщиков на искровый счет, в закон были внесены очередные изменения, дающие послабление для отдельных категорий застройщиков. Это крупные системообразующие компании, которые строят более 10 миллионов квадратных метров жилья в пяти и более регионах Российской Федерации. Могут, как и раньше, финансировать проекты за счет средств дольщиков. При готовности объекта от 6%. Сегодня таких компаний две. Это ПИК и ЛСР. С вами был юрист по недвижимости Евгений Корсакин. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok